Привет, друзья! В последнее время очень часто я от вас получаю комментарии, где вы спрашиваете, как быть с огурцами, они плохо растут, плохо плодоносят, чем их подкормить. Сегодня как раз я буду подкармливать свои огурцы и расскажу вам об этом. Как видите, у меня с урожаем все в порядке, вот несмотря на то, что ночи у нас холодные, днем жарко, но это не совсем благоприятные, конечно, условия для их выращивания. Растения молодые, но урожаями я довольна. И вот чтобы их сейчас поддержать, чтобы не сбить их с ритма, чтобы они продолжали у меня и дальше расти, и в то же время сохранилась вот такая же урожайность, я проведу подкормку. На данном этапе, когда растение у нас еще продолжает наращивать и зеленую массу, и дает цветы, и завязывает зеленцы, ему нужны обязательно азот, калий, кальций, фосфор и магний. И поэтому в данной подкормке надо сочетать все эти элементы, то есть подбираем именно такой состав. Я вот для себя выбрала, вот заранее его приготовила, экстракт конского навоза. Вот чем мне он нравится, вот именно здесь есть все необходимые элементы. И еще чем он удобен, здесь не так много азота, потому что вот видите, листья у моих растений хорошие, а перекоролить азотом растения я сейчас не планирую. Во-первых, когда много слишком азота, растения могут жировать, не только томаты жируют, кстати, а любые другие растения. Потом также избыток азота отрицательно сказывается на устойчивость растений к болезням, и плоды могут накапливать тоже вот этот азот в виде нитратов. Зачем нам это надо? Разводить я буду его по инструкции, все как вот указано. Никогда я дозировки не превышаю и вам не советую. Лучше всегда не докормить, чем перекормить. Чем вообще можно сейчас еще подкормить огурцы именно вот в данное время? Я не рассказываю про колхозы, про совхозы, про поля, плантации, а вот именно где они пользуются в основном минеральными удобрениями. А вот именно рассказываю для таких же, как я, кто выращивает буквально несколько штучек для себя, для дома, для семьи. Огурцы вообще очень прожорливые растения, и на органику они отзываются восхитительно. Поэтому вот я действительно не пользуюсь минеральными удобрениями, а всегда выбираю органические подкормки. Вот кроме конского навоза, если у вас его нет, чем еще можно сейчас воспользоваться? Ну, конечно, это дрожжи. Дрожжевая подкормка творит чудеса. Помимо того, что в ней есть вот именно все необходимые элементы, о которых я говорила выше, это еще прекрасный стимулятор роста. Но сразу предупреждаю, работает дрожжевая подкормка только когда грунт у нас прогрелся до температуры выше плюс 15 градусов, и, соответственно, когда и на улице тепло где-то 23-25. Если земля холодная, если у вас погода холодная, то поливайте вы, не поливайте дрожжами, результаты вы не увидите. Если погода позволяет, а растения у вас еще и тем более, допустим, вот остановились, вот их высадили, они практически не растут, то вот дрожжи вот самый идеальный вариант. Дальше еще травяной настой. Им пользуются больше тогда, когда вот растения нормально гармонично развиваются, вот просто для того, чтобы их поддержать, подпитать, чтобы они не исчерпали все свои ресурсы. Это, ну, просто поддерживающая такая подкормочка, обычный травяной настой. Великолепно будет, если вы туда добавите крапиву, одуванчики, то есть этот травяной настой обогатится калием. Как раз-то вот часто вы спрашиваете, почему желтеют в завязи у огурчиков, а просто-напросто им не хватает именно калия. Также очень хорошая подкормка древесной золой, но в данное время она не совсем подходит, потому что в ней нет азота. А когда нам надо, чтобы растение росло и выше, азот-то ведь необходим, поэтому вот древесную золу можно использовать или в сочетании вот с тем же, допустим, подкормили травяным настоем, а через недельку древесной золой. Или когда вот уже растения у вас полностью будут взрослые, вырастут, и надо будет просто поддерживать их плодоношение, вот тогда древесная зола отлично поможет. Куриный помет тоже отличная подкормка. Но вот почему-то я, например, не стала подкармливать сейчас огурцы куриным пометом, а конским навозом, я вот уже говорила, что в нем меньше азота. А в курином помете азота очень много. И вот если вы видите, что растение растет, но все равно вот у него стволик сам тонкий, листья не такие крупные, то вот как раз куриный помет вот здесь вам исправят ситуацию. Опять же, напоминаю, друзья, строго по дозировке, потому что можно просто навредить своим растениям и их сжечь, и вообще остаться без урожая. Также напоминаю, что все подкормки мы проводим по влажной земле. Или накануне, допустим, вечером пролили свои грядки, с утра подкормили. Но если надо же это в этот день сделать, ну хотя бы часа за два, за три до внесения подкормки, просто полейте свои растения. Друзья, еще я хочу вам напомнить, огурцы состоят практически на 95% из воды, поэтому не забывайте их вовремя поливать. Также поддерживайте влажность, нужен им влажный воздух. Проливайте дорожки, вот мне вот, например, удобно, у меня щебенка, я прямо из шланга пролила ее водой, прям сразу ощущается, как вот становится хорошо и влажно в теплице. Ставьте емкости с водой, оставляйте их здесь на ночь. Кстати, вот повышенная влажность предотвращает еще и появление паутинного клеща, это тоже немаловажно. Я желаю вам всем отличных урожаев, хорошей погоды, пускай и ночи нас радуют тоже своим теплом. Всем до новых встреч и пока!